Добрый день, мои дорогие! Добрый день, мои хорошие! Я лицо как-то с масочкой подготовила и сейчас сделаю мейкап. Это у меня как бы вторая часть того видео, которое я до этого делала. Всех люблю, всех целую, всех обожаю. Вот понимаете, вот такие штуки надо всегда обрезать. Вот они у меня всегда. Ну, ума не хватает, да? Так, ума не хватает. Лицо, значит, такое-сякое. Сюда будем сейчас краситься своими новыми продуктами, которые я хотела. Все падает, все падает, все валится, которые я хотела попробовать. И мы посмотрим, что же мы возьмем. Все, я сюда положу, чтобы оно вот тут у меня было, а то я уже не знаю, среди всего этого, что я выбирала, что я беру. Так, и мы посмотрим, как оно... О, у меня тут сережки, я их тоже хочу. Не, сюда... Ну, ладно, это не то. Это не стоит сидеть. Кстати, я все свои кисти помыла. Вот гляньте, что. Все кисточки помыла. И вот такие маленькие, всякие разные. Но это еще не все. Но те, которые я вот использую, да, помыла. Какая красота! Они все чистенькие, чистенькие. Когда их помоешь, прямо на душе отходит. Вот. Значит. Маски надо убирать, потому что я тут маски делала. Значит, что я делаю? Так как у меня на лице уже крем нанесен, я делала этот крем от Неве, который я наносила. Я сейчас просто сделаю свой любимый мейкап. Вообще, можно еще под низ прайма сделать, да. Но если, например, у вас кожа должна выровняться, можно прайма использовать. Под низ. Я вначале тоже ни туда, ни сюда. Но я сейчас прайма наносить не буду. Я просто сделаю свой мейкап. Я знаю, где у меня прайма. Ну, это... Ладно. Я не буду свой. А, я хотела свой любимый мейкап нанести. Нет. Я попробую этот. от Revolution. Это сейчас есть. Он такой темненький. Но мне он подходит. Это F9. Есть еще F6. Такая желтая, да? Желтый цвет. Я не знаю. Хорошо, нехорошо волосы убрала. Просто все. У меня ананас от H&M. Цепочка. Есть такая, кстати, сейчас. Наношу я этот... Посмотрим, да, как оно будет смотреться. Я его просто вот так нанесу сейчас, и все. Посмотрим, как он выглядит на коже. Можно, конечно, кистью. Но мне так лучше. Я не люблю много. Хотя я уже много нанесла. Боже мой. Ну, ладно. Я руками быстрее. Кистью мне как-то неохота. Так. Мне дочь сказала, мама, ты купила темный мейкап. Я говорю, на лето будет окей. Сейчас я его попробую, да? Я же быстро его купила. Там был шестой, надо было шестой покупать. А я купила этот. Ну, вот. Мне кажется, он выглядит как замазка. Я сделала поближе, чтобы меня было видно. Вам не кажется, что он выглядит как замазка? Вот мой... Вот этот я хотела. Ну, ладно. Я же это попробую. Я же все перед вами попробую. Я же его не пробовала. На носу-то еще не оттерла. Так, на носу еще. Так, так. Ну, вот так вот, да? В общем, куда мне пальцы не пройдут, кисть пройдет, да? Все свои пятнышки. Все свои пятнышки. Оно, конечно, хорошо покрывает. Тут нечего сказать, но тут вот нету ничего. Так. Тут прямо вот ничего нету. Тут вот у меня было что-то. Так. Ну, все. В принципе, все хорошо. В принципе, все хорошо. Прекрасная маркиза. Я все это обработала. Сюда тоже можно кое-что нанести. Вот особенно я люблю вот сюда что-то вот эти вот морщинки, еще что-то так нанести, чтобы они это самое... Не особо тут это самое. Ну, и переход такой был, да? Для моей кожи этот цвет окей. Так. Мне так кажется, да? Я знаете, почему здесь смотрю? Потому что я туда ничего не вижу. Я же близорукая. И поэтому мне надо сюда смотреть, чтобы я вообще что-то могла видеть. Так. Этот есть сейчас, его оценили, я его купила. Теперь я попробую... Все падает, все валится. Это мне не надо. И теперь я попробую... Я не буду сейчас этот самый пробовать контуринг. Не буду. Я просто пробую новые продукты, да? Вот этот вот блаж, я хочу его обязательно попробовать. Контуринга сегодня делать не буду. Так. Вот очень красивый от Катрисы. Блаж Чиклава. Сресенка красивущая. Я его показывала, да, до этого. Мне как-то хочется это все попробовать. Хотя, с этим цветом оно никак не подходит к этому цвету. Надо было черный ободок взять. Я ж не подумала. Я тоже люблю вот сюда немножко наносить. Чуть-чуть. Уже дает свежести. Можно так же вот сюда немножко добавить. Как в 80-е годы до верху. Знаете, вот это вот до верху донести, как в 80-е годы, оно вытягивает лицо, если вот в возрасте. Хотя это самое, но есть... Я видела сейчас это самое, краса сейчас тоже так в ретро-стиле. Оно лицо так немножко наверх тянет. Я это не делаю каждый раз, но показала вам, да. Я не мастер, я это все сама по себе, что-нибудь. Хотя я работала маскотбельная, как сказать по-русски, гримером, да, много лет в театре у нас. Но это все совсем другое. У нас там эти самые, все эти краски, как они, криолана, они все такие, знаете... Это не сравнить с косметикой. Это просто цирк. Так. Там это не то же самое. Вот у меня тут, мне это не нравится, я пойду руками сюда, потому что с этой кистью тоже я не очень хорошо. Пальцем всегда лучше. Так, все. Все замазали, короче. Я попробую сделать... Это просто это самое все для меня. И я не какой-то там мастер, я крашусь так, как мне нравится. Теперь я эту помаду уже использовала, правда? Я ее уже использовала. Это тоже новая, вот с этой вот серией. Они уже тоже их там все почти попробовали. От Сукозе, от Ревайлоуфме. Теперь я хочу попробовать тени. Кстати, вот эти тени, да? Такие изумрудные. Я другой взяла, потому что он такой желтый, он у меня прямо желтит, я же такое все это села. Он не такой желтый, по крайней мере. Черный надо было? Ну ладно, нет черного. Я хочу, может быть, сюда карандашик нанести. Сначала я сделаю это самое, подводочку. Мне очень хочется зелененькую подводочку. Просто вот так взять и нанести, да? Чтобы просто была подводка. Вот сюда. Сейчас посмотрим. Вот хочется. Зелененькую такую сделать. Потом я сделаю ресницы, попробую покрасить ресницы. Ну, гляньте, что творится. Карандашик-то не острый, конечно. Так. Пока просто подводочка. Теперь. Я это не буду делать, почему-то не хочу. Вот, ну, не хочу. А сделаю, опять же, вот такой светленький. Не знаю, мне хочется сегодня сделать светлым. А потом я это сама в другом видосе сделаю. Не знаю, мне это, вот, вы знаете, я это не думала, ничего у меня вот так сейчас тянет на это. Почему-то так. Вот так оно теперь будет. Раз меня на это тянет, я это так сделаю. Так. Мне хочется это просто вот так моно сделать. Моно. И я потом буду красить ресницы. Я это не делаю кистью. Могла бы, но не хочу. Мне так нравится руками. А вот, остатки я просто вот так сейчас уберу. Вот. Мои бровки. Причешу немножко свои эти самые брови. Теперь немножко хайлайта. Ну, не тот. Не так есть. Вот это лучше всего. Маленькая такая. Немножко я сделаю сюда. Это самое хайлайта. Чуть-чуть. Так. Так. Чуть-чуть. И сюда чуть-чуть. Можно так же вот сюда нанести, но можно и тени взять светлые. Ну, как хотите, да? Ну, как хотите. Так. Это у меня хайлайта от Essence, да? Так. Я сейчас попытаюсь сделать мне эту подводку. Не сделать мне как-то не хочется. Мне не хочется сюда ничего делать. Мне вообще сегодня ничего не хочется такого. Просто хочется вот так это оставить. Теперь я сделаю эту самую помаду. Вот эту. Вот эта помада от 40 от Trend Up Wet Shein. Мне она нравится. Я ее сейчас нанесу. Я не буду пензель кистью наносить. Не просто. Как каждый день, да? Каждый день так наношу. И ладно. Так, все. Очень подходит к этому самому цвету. Теперь я начну красить себе это самое. Вим-пан. У меня тут контуринг. Этот контуринг от кого? От Юмста. Это от Дуглас еще покупала. Так. Этим контурингом я еще немножко кое-что сделаю, да? Так. Вот сюда. Чуть. Ну, все-таки я сделаю чуть-чуть. Немножко контуринг. Тон такой. И тут чуть-чуть так. Это просто края немножко размажу. Так, все. С виду на нет. И теперь у меня есть вот этот тоже самое. Мне он очень нравится. Я просто делаю для носа. Очень темным цветом. Я беру вот так вот, проложу. Чтобы мне нос не такой широкий был. Так. И вот тут так. И вот тут так немножко. Все-таки, да? Будет нос не таким широким. И тут можно все это свести на нет, в принципе. Так, чтобы оно не очень выглядывало. Все. Больше я ничего не хочу особо делать. Теперь я начну свои, пробовать свою, знаете, такая пестрая. Тут одно, тут одно. Сегодня вообще, ну, это все спонтанно мне. Так. Хочется. Всего хочется перепробовать. Sky High. Я ее сейчас попробую. Боже мой. Посмотрите, какая у нее хорошая кисть. Я сейчас говорю хорошая, я всегда говорила, что не люблю такую кисть. Ну, все, сейчас прям она уже охорошела. Она очень мягкая. Блядьте, как она двигается. Ой, какая она мягкая. Я такую мягкую еще ни разу не ощущала. Вообще очень мягкая. Мы сейчас посмотрим, как она будет. Знаете, у меня сегодня нету черной подводки вообще. Сейчас будем смотреть. Как она наносится. Сначала я вам покажу, как она с первого разу выглядит, да? Если я его один раз нанесу, как она выглядит, посмотрим. Так. В общем, у меня такое чувство, что каждая ресничка, она это самое, как дефинируется. У них такое расстояние друг от дружки. В общем, оно не слипается. Так. И нижнее тоже. Оно не слипается. Так. Это вот первый слой. Вообще, когда тушь свежая, она вообще плохо наносится. Вы это знаете. Я всегда люблю такую подсушенную, да? Вот. Ну, вот так вот выглядит первый слой. Разница к тому, да? Я уж не знаю, куда я сейчас голову отрезаю. Вот это самое. Залезу. Так. Вот так. Теперь. Оно подсохнет. Я беру другую. От Катрис Клем Долл Бост. Лэш Гроуд Волюмен Маскара. Оно. В ней такое питательное вещество есть, которое ресницы дает рост. В общем, у нее вот такая вот маленькая кисточка. И она не гнется так сильно, как вот эта. Вот у этой от Хай Скай прямо гнется сильно, мягкая. И она такая маленькая, да? Но у меня что-то на носу чешется. Так. Теперь попробуем этот глазик накрасить. Я еще обе не пробовала, мне было никогда. Вообще всегда хватает то, что вот это самое, под рукой в прихожей. О! Тут совсем другое чувство. Я всегда люблю такие длинные-длинные, пушистые, как сказать, эти кисточки. От Эссенс мне всегда нравятся. Они всегда, тут их самые лучшие были такие. Маскара. Я слуга. Я все хочу в импетуши сказать, маскара. В общем, вот так выглядит второй глаз. И вы знаете, у меня такое чувство, что от этой даже больше загибается. Это первый слой. Поэтому я сказала вначале, ой. Такое, знаете, чувство было. Оно вообще, по-моему, разницы нет, правда? Все хорошие. А у меня ведь ресницы не длинные. Не знаю, вот раньше были лучше. Чем старее, тем это самое. Хуже, да? Так. Оно посохнет. Я сейчас нанесу второй слой. Ой, какая она, какая она мягкая. Ну, это просто я не знаю. Что сказать, да? Ну, что сказать, ну, что сказать. А, второй слой. Пошло, поехало. Что мне понравилось сейчас, я только сейчас узнала, что она просто смывается. А это я обожаю. Я вообще не люблю ватопров. И что просто так смывается, это же просто обалденно. Я всегда первым делом мыла. Ничем не другим. А потом мазала. Я все сразу мыла. По уходу я вообще с ума не схожу. У меня вообще нет ни на все это фанатизма. Ни на что. Кроме шоппинга. Но там тоже не фанатизм, там просто хорошее настроение. Так. Нанесла второй слой. Вот так вот. Динь-динь-динь-динь. Уже разница, да, между тем глазами и этим. Ну, это второй слой. Так. Теперь беру эту опять и наношу второй слой. Так. Посмотрим, где ресницы круче будут. Так. Я сейчас увидела от Катрис. Эту сейчас такую толстую, новую. Я забыла, как она называется. Такая оранжевая и голубая. Не ее хочется теперь купить. Прям не знаю, что делать. Но еще не купила. Уже позапрошлой, перед тем, как я это купила, я ее хотела. Ну, а Минка меня на это уговорила. Я тут схватила, в корзину положила, потом думаю, ну, боже, она стоит уже за 10 евро. Я что, еще и эту возьму? Надо же как-то экономить. Или делать вид, что я экономлю. Что? Успокоить свою совесть. Так. 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 Мы сейчас посмотрим. Есть какая-то разница? Мне кажется, здесь тоньше, здесь больше, в ней больше пигмента краски. Они как-то толще, мне кажется. Гляньте, что, чем эти, да? Тут больше. Тут надо чаще. Но, насчет длины, мне нравится. Но здесь мало краски пигмента. У меня такое чувство. Вот так. Вот. Это второй слой. Нанесла я два слоя. Брови я тут ничего не делала. У меня вот тут вот маленькие залысинки, вот такие вот, да? Чуть-чуть. Вот они появились тоже с возрастом тут вот такие. Так они были до конца. Брови я вообще ничего не делаю. Я их никогда не выдираю, потому что я один раз помню, вот тут что-то убирала, но уже давным-давно. И оно прямо не выросло. Вообще. Но я только вот тут вот убирала, вот тут вот в конце. Вот два-три волоска, они выросли у меня прямо вот тут. Вот тут даже дырочка какая-то осталась. И единичные вот тут росли почему-то. И я их выдернула, они не выросли. Я подумала, о, если тут не выросла единичная, но она мне, слава Богу, она мне мешала, то если я тут буду что-то убирать, оно ведь не вырастет вообще. Потом будешь как это, как обезьяна. Без бровей. То есть я уже их не трогала. Но сейчас вот тут у меня почему-то ничего не растет. Вот тут вот, в этих углах. И поэтому я это всегда карандашом немножко дорисовываю. Но этот карандаш неподходящий, конечно, очень. Это же у меня айлайна. Ну, сейчас у меня другого тут под руками нет. То я обычным карандашом дорисовываю. Но если айлайна не совсем такой, очень сильно черный, то можно несколько волосинок там подрисовать, да. Вот так. И все. То есть я тут еще не буду делать. А в 80-х годах я их вот такими прямыми начесывала и такими широкими делала. Такие прямые были. Очень. Я носила очень широкие. И они у меня были пышнее. И я их делала абсолютно... Расчесывала их напрямую и красила еще такие, абсолютно такие палочки широченные. Вот эту обожаю до сих пор от Дуглас. Вы знаете, прелесть. Нет слов. Вот такая обалденная кисть спиралью. Очень хорошо. Вот если сейчас я накрашу, они будут такие толстые, такие ресницы будут. Но я сейчас это не буду делать, да. Вот. Подводки я ничего не делала. Сейчас так оставлю. Что еще я хотела бы попробовать из новиночек? А вот я этот карандаш даже не попробовала. Надо было этот оранжевый карандаш нанести, да. Поздно. Поздно. Так. Не успела. Не успела я это сделать. Есть еще что-то новенькое, что я хотела попробовать. Я только это не протошу. Эти тени потом, в следующий раз, мне прямо вот этого захотелось сегодня. Я не знаю почему. Хорошо ли это, плохо ли. Но я мне этого захотелось. Я еще подожду и еще раз нанесу это скай. Тут очень много на кончике, поэтому надо как-то убрать. И я еще раз третьим слоем нанесу. Так, это был третий слой. И это помада от Catrice, Gleimdol Boost. Наношу еще раз. Вот так вот. Результат, да. Такой у нас теперь будет результат. Вот такой. Я стараюсь поближе в камеру сесть, чтобы у меня было как-то видно. Вот. Я обе попробовала. Вам судить, какая она. Мои ресницы такие. Вот. Девушки-красавицы. На этом мой видос оканчиваю. Но мне же хочется... Подождите, я уберу видок. Так, волосы немножко подняли. Мне же хочется, мне же хочется. Под концом попробовать другие сережки. Я же хотела свои лимончики попробовать. Лимончики. Я не могу дождаться, когда у нас будет весна и лето. Волосы у меня пока так, не так. Лучше было бы сейчас сделать гулечку, да. С гулечкой. Но мне хочется вот эти еще померить. Мне сегодня хочется прямо совсем... Совсем это самое. Что-то, знаете, в такое цветное настроение на лето, на все такое. Вообще ногти не подходят, потому что я... Вообще... Ногти у меня не подходят к этому. Но хочется. Если уж, так уж все. Новые сережки. Но не хочет эти сережки одеваться. Все, оделись. Сережечки такие. Как бы оно выглядело. Так. 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 Сейчас я сделаю себе гулечку. Посмотрим, как будет с гулечкой. Кто мне говорил, сделай гульку? Это была... Моя жизнь в Ирландии. Ну, Екатерина, ты была. Ты говорила, сделай гулечку. Вот, Катерина, сейчас я делаю гулечку. И мы посмотрим, как эта гулечка будет. Как она... Я вообще делаю гульку не глядя. Не особо так это самое. Из-за этого я переживаю. Просто делаю и все. Можно и хвостик сделать. Так. Так просто делаю. И просто волосы вот так вот накручиваю. И все. Ее можно поставить, как вы хотите. Видите, если вот тут вот немножко сыровато, можно оставить. Потому что это очень озорно выглядит. Но они сейчас сухие, да. Я их туда засуну. Все. Особо в этой гульке ничего делать не надо. Что там торчит, можно убрать. И все. Сверху можете еще лак сделать или еще что-то. В общем, оно стоит. Все. Ой. Лето-лето. Когда придет лето, девушки. Лето ожидаем. На всех этих. У меня прямо сразу. У меня тут и тут. Или там, или сям. Ну, опс. Фрукты везде, да. Давайте пока так оставим для видоса, да. Но в жизни или то, или это. Я надеюсь, что я вас как-то развлекла. Потому что, потому что, мне очень хочется, мне очень хотелось сделать вот это все, попробовать, померить, поиспытать. А знаете что, мне очень под концом еще хочется попробовать этот карандаш. дайте, я же его не попробовала. Просто сверху. Вообще надо было его вначале, но хочется, да. Там будет больше света, конечно, да. Ну ладно. Света дальше. Он что-нибудь немножко ярче делает. Я не попробовала, ну ладно. Так. А! Помада от оранжевого. Еще больше цвета. Давайте добавим. Уж блистать, так блистать. Но он сейчас не... Сейчас это просто намешанный цвет. Но он уже ярче. В общем, у меня вначале не хватило на это. Помада от Manhattan, да. Сейчас я ее купила. 470. У меня сейчас цвет не абсолютно этот, потому что он немножко помешан. Но ничего. Мне кажется, так лучше. Я вообще обожаю, когда что-то ярко. Хоп! Все. Всем желаю всего хорошего. Девушки красавицы, вкушайте весну, вкушайте все. Уход, позитивное мышление, друзей, подружек, детей, кошек, собак, кофе, который я опять напилась, пироги, чего угодно. Всех люблю, всех целую. Я вам всем хочу благодарность дать, что вы меня вообще смотрите, потому что мне это тоже дает энергии обалденной. Я так это люблю. Я люблю такие, это самые, самые, цитроны. Цитроны я купила в прошлом году в Хаун-Эм. Вот, перед зимой, да. И поэтому не могу дождаться лета. Всех люблю, всех целую. Не могу дождаться лета. Я подводку не делала, у меня просто сегодня без подводки. Покажу я в конце для этого самого, что я тут это сама. На добром слове давайте я вам прочту еще что-нибудь. Улыбка, которую ты посылаешь, вернется обратно, как счастье к тебе. Девушки, всем улыбки посылаем, всем улыбаемся. Это все тысячу раз обратно вернется. Всех люблю, всех целую. Прекрасного дня, хорошего настроения, прекрасной весны.